Сегодня состоялась традиционная пресс-конференция по итогам года с главой Республики Адыгея Асланом Тхакушиновым. Подробнее в нашем первом сюжете. Участие в мероприятии приняли журналисты федеральных и региональных средств массовой информации, телевизионных, радио и газетных редакций, а также информационных агентств. Темой встречи стали итоги работы республиканской власти за 2015 год. Открывая пресс-конференцию, глава Адыгея отметил, что проведение подобных встреч давно стало доброй традицией. Аслан Тхакушинов затем охарактеризовал социально-экономическую обстановку в регионе в 2015 году. На протяжении всего отчетного периода сохранялась положительная динамика основных социально-экономических показателей. Однако негативные последствия кризиса не могли не отразиться на ситуации в регионе. Она идентична ситуации в целом по стране. С 2007 года в два раза увеличен консолидированный бюджет республики до 17 млрд рублей по доходам, в основном за счет высокого темпа роста собственных поступлений в бюджет республики. По итогам прошлого года достационность снижена еще на 1%, уже до 38%. По итогам прошлого года Адыгея заняла шестое место в стране и второе место среди субъектов Южного федерального округа по уровню открытости бюджетных данных. Основной комплексный показатель, характеризующий уровень развития экономики республики, в головой региональный продукт устойчиво растет. С начала текущего года в республике сохраняется положительная динамика развития основных отраслей экономики. Подтверждением служит рост оборота организации республики за 2015 год на 3,3% в 2014 году. Несмотря на объективные трудности, связанные с негативным влиянием кризиса, промышленные предприятия республики в основном демонстрируют свою приспособленность к новым условиям и устойчивую работу. По темпам роста промышленного производства Адыгея на протяжении последних лет входит в тройку лидеров среди субъектов Южного федерального округа. В 2015 году собран самый высокий урожай зерна за всю историю сельского хозяйства республики – 660 тысяч тонн зерновых. Уровень газификации природным газом достиг 85%, за пять лет увеличился на 8,2%. За счет государственных капитальных вложений с 2007 года введено в строй около 350 объектов, из них 90% социального значения. В результате проведенных работ с 2007 по 2014 год в экономику республики вложено более 124 млрд рублей инвестиций. В целях государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в 2015 году в республике реализовалась программа развития малого и среднего предпринимательства государственной программы Республики Адыгея развития экономики на 2014-2018 годы. На реализацию мероприятий под программой направлено 563,4 млн рублей. Среднемесячная номинальная заработная плата за последние пять лет увеличилась в полтора раза. Сегодня среднемесячная номинальная заработная плата по республике Адыгея составляет 22 100 рублей. На сегодня в республике отсутствует задолженность по заработной плате. Уровень официальной безработицы на конец прошлого года также снижена. Затем глава Адыгея дал исчерпывающие ответы на все интересующие журналистов вопросы. В заключении пресс-конференции Аслан Хакушинов поблагодарил журналистов за открытое общение.